Мы же с тобой, с точки зрения Швеции, вообще тезки. Какой из последних вами просмотренных сериалов вы можете называть великим и почему именно тьма? Здорово, Игорь. Рад тебя приветствовать на нашем подкасте «Нечайные истории». Это очень мило. Очень нечаянно. Очень нечаянно. У меня как раз нечаянно. У меня с водой, без чая. Вот, видишь, и так все время происходит в последнее время, потому что я с чаем, а все остальные нет. Ну, видимо, поэтому хотя бы должно быть нечаянные истории. У тебя должен быть запрет на потребление чая. Да, да, монополия, монополия. Монополия, да. Я поживаю нормально. Весьма тяжко после отпуска было вернуться в рабочий режим. Долго, вот тут. Я все еще не в нем. У нас была одна неделя. Ну, по факту, девять с половиной дней. Вы гоняли по Швеции, да? Что, ну, просто я забыл тебя представить, извини. Как? Я не знаю, как это сделать. Как есть. Чем ты занимаешься сейчас, расскажи, потому что я не совсем уверен, что я правильно тебя представлю. Игорь, он живет в Швеции, в общем. Такая история. Да. И совсем в целом недавно. Да. Значит, я работаю... Мы вообще как, для икеевских или для всех? Для всех. Для всех. Отлично. Материться можно. Ой, не, я умею, но не очень люблю. Я умею красиво. Ну, в общем, короткая история. Меня зовут Игорь. Я работаю в компании IKEA. Работаю 9 лет уже. Много через чего я прошел с этой компанией. И в прошлом году, в августе, я переехал в Швецию на постоянное место проживания, на постоянную работу. И вот с тех пор я, пройдя через огонь, воду, медные трубы, скотверкет и прочие страшные слова, которые у нас есть в Швеции... Что такое скотверкет? Скотверкет. Я чуть не спросил, у тебя... Там скоты, понял? Скоты работают скотверкетами. Скотверкет – это что-то типа налоговое совместно с миграционным агентством. Короче говоря, в России это называется государственный центр обслуживания, бла-бла-бла. То есть, короче, все, что ты делаешь с государством, по большей части, ты проходишь через эту прекрасную штуку. А, ну слушай, в Швеции такая же шляпа, как сейчас у нас МФЦ. Да? Ну типа единая какая-то херня, которая делает все. Или тоже разрозненно? Ну нет, просто скотверкет – это типа основная штука, через нее большинство вопросов решается. Они там делают разрешение на работу, налоговые всякие штуки, ну и так далее. Есть еще много других веркетов. Веркетов. Да, я, например, по мере переезда очень тесно общался с Йорбукс Веркетом. Это Министерство сельского хозяйства, что-то типа того. О-о-о. Ты спросишь, почему? Да. Потому что собака. А-а-а, все, да, я вспомнил историю вашего собаки, ну да-да-да. Собака – это отдельный ад при переезде в другую страну. Слушай, оказалось, не все так плохо в России, да? Ну, с этой тягомотиной. Ну и я хотел у тебя и спросить, что, типа как, ну у тебя есть с чем сравнить? Типа Рашка и… Да. Рашка, не люблю, когда так называют, но все равно. Типа Россия и Швеция. Раися. Раися, да? Да-да-да. Ну, на самом деле, что сказать, вот это впечатление о том, как ты относишься к стране, оно, естественно, меняется по мере твоей оседлости в новой стране. Потому что первые четыре месяца у меня просто горело все, и я думал, зачем я это сделал? Слушай, ну как-то связано с тем, что ты в новое во что-то постоянно наступал и не знал, что с этим делать, или нет? Конечно, конечно. Ну, во-первых, это связано с тем, что ты приехал в новое, и ты абсолютно не понимаешь, как все работает. Во-вторых, естественно, это связано с тем, что это Швеция. В Швеции, помимо того, что во всех странах все по-другому, а в Швеции еще как-то совсем по-другому. Ну, то есть, как тебе объяснить, ну, например, уровень обслуживания, то, как вообще происходит обслуживание в любых вообще точках заведения, связанных с обслуживанием. Москва – это просто рай консумеризма по сравнению со Швецией. Ну, то есть, банальный пример, ты приходишь в Москву, в Сбербанк и говоришь, я хочу карточку, я хочу открыть банковский аккаунт. Тебе говорят, да, вот здесь распишись, готово, всего доброго. В Швеции ты придешь, они тебе скажут, ммм, отличная идея, давайте с вами забукируем предварительную встречу, на которую вы придете, и мы вам все условия расскажем. Ты говоришь, давайте, они говорят, через две недели нормально будет, и ты такая, побыстрее, и говорят, ну, через одну неделю и шесть дней. Ты такой, а-а-а-а-а! Жесть, слушай, я не думал, что так прикольно Да, ну и плюс все это катализируется совместно с тем, что мы на момент прохождения всех этих экспириенсов были еще не в системе, но уже не в системе российской И простой пример, я банковскую карту получил в Швеции Я подал заявление на эту банковскую карту 28 августа, а получил я первую зарплату на эту карту, счета, по-моему, в конце ноября Етить, колотить, ни хрена себе А как тебе до этого давали бабки? Никак, не давали Хорош, а как ты жил? Сейвинги, все дела, тут надо очень аккуратно все делать Ну, блин, международный переезд, это пипец Да Это пипец в квадрате пипец Вот Жопочка, короче Ну и Да, ну, собственно говоря, да И если взять, так сравнить Ну, то есть первые 4 месяца это было просто Кошмар, какой ужас, зачем я это сделал Как вернуть назад Вот Эскейп А потом Как это? Унда Как говорит Лебедев Анду 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 Да Ну, сейчас Сколько уже, по-моему, год с лишним, да? Насколько я помню Нет, еще нет года Еще нет года? В конце августа Мы переехали 28 августа Ага, ага Ну и как? Сейчас поменял? Вот Ну, я имею в виду в твоей голове В Швеции это мало, наверное, чего поменялось Да, в Швеции мало чего поменялось В Швеции многое стало понятнее Ну, а так, если сказать в целом про отношение к стране Естественно, по мере того, как ты привыкаешь к новой стране Которая, ну, объективно во многих вещах Не будем говорить лучше Ага Но, как бы так сказать Абгрейдженней Человечней, что ли Ну, назовем это так Если хорошее Ты постепенно Да, да Ну, то есть Те вещи, которые ты раньше Считал нормальным Становятся для тебя дикими Например Например Ну, просто Ну, например Я не знаю Свалки мусора во дворах Ааа Отсутствие дорог Не знаю Блин, не хочется в политику скатываться Я просто в последнее время очень сильно Ну, по мере удаленности от страны Я как-то очень сильно приобщился к вот этой там всей политической адженде Но скатываться в политику очень не хочется Объективно я могу сказать так, что Единственная тема, наверное, которой я хотел бы коснуться с точки зрения политики Наверное, за пару месяцев до того, как Нет Буквально за недели-две до того, как у нас объявили обнуление Мы с женой перегнулись и сказали Кажется, мы очень вовремя свалили Да Да Вот А учитывая Ну и плюс сюда накладывается пандемия И понимание того Что в целом Мы прям по самому краешку прошли И я сейчас По мере того, что я общаюсь с очень большим количеством людей по всему миру И я прекрасно понимаю, что есть люди Которые подписали контракт с компанией полгода назад И они не могут переехать Жесть Представь Я жил в подвешенном состоянии примерно два месяца Ну, то есть подвешенное состояние Это состояние, когда тебе говорят, что типа Окей, мы типа вроде согласны тебя взять Окей, включил с собой телефон Вот что я наш там Да И там идет огромная череда всяких переговоров Обсуждений Понимания, как все это будет Что тебя ждет Там, ты ищешь себе место Ты ищешь квартиру Ты определяешься, какой город Бла-бла-бла-бла-бла Эстеблишмент миллиона вещей И, соответственно, этот переходный период Он заканчивается, когда ты переехал Ага А сейчас получается, что произошло Множество людей Я не говорю не только про компанию IKEA Множество людей в целом Они по причине этой пандемии Они застряли в этом переходном периоде Ага И они ничего не могут с этим сделать И по факту они не могут жить Потому что по большей части Когда происходят такие большие изменения в жизни Тебе приходится очень много отрезать В своей старой жизни И очень много растить в своей новой жизни Но они уже отрезали Но еще не вырастили Это грустно, понимаешь? Да, да Да И у меня есть Блин, я не знаю За последние три месяца Когда начала уже немножко Вроде как, казалось бы, оживать И компания начала какой-то мелкий-мелкий рекрутмент Но ничего не изменилось Вот у меня сейчас есть около шести человек Пять или шесть коллег Которые сидят по всему миру И они не могут Они просто висят Вот между Старой своей страной И между новой своей страной Между старой работой И между новой работой Между Я еще не уехал И я еще не уехал Понимаешь? Вот этими вещами Блин, ну это стрёмная история Да, согласен Да? Да Ну, блин, неожиданно, конечно Как обычно Зима наступает неожиданно И вот тут Случилась пандемия Не, ну Такие вещи действительно, мне кажется Непросто предугадать Блин, ну, конечно Это даже, мне кажется Если ты прям Аналитик, аналитический И Твоя мама Ванга То тут как бы Ну, без вариантов Мне кажется Хотя помнится Сколько-то, по-моему Пять лет назад Дядя Билл Гейтс Говорил нам Что, друзья Мы не в ту сторону смотрим Самая большая угроза Она не в ракетах Ну, блин, да Возможно Ну, слушай Сейчас же тоже люди Как бы начали Бомбить Ну, в ту сторону Что, типа Это же все Биологическое оружие Вот эта вот вся история Ну, блин Ты как, кстати, к этому относишься? Я отношусь к этому Без конспирологических теорий Ну, я тоже Ну, блин Людей столько много И это, типа, давит на тебя же Потому что тут там Всемирный заговор Здесь Всемирное правительство Там где-то евреи еще Америка Тут вот эти китайцы Они же Ну, все Хотят все Покуситься на Россию Матушку со всех сторон И людей таких много И это реально давит Прям сильно Ну, то есть Ты такой уже Ну, я Может быть Правда что-то Не так И кто-то Ну, просто подумай на секунду Каким большим Должен быть у человека эго Чтобы он подумал Что коронавирус Который парализовал Весь мир Да Был создан для того Чтобы Именно Как там было раньше Именно Россию Матушку Да Да Помнишь, раньше Был очень знаменитый мем Про то, что Обама в подъезде Нассал Да Вот Ну, это вот да Это прямо Ну, типа в яблочко Такое Расскажи Я тебе могу сказать Точнее, я хочу сказать Большое спасибо Потому что Этот ивент С подкастом Это такая Прекрасная Возможность Воспользоваться Чарующими Свойствами Русского языка И поговорить На нем А, слушай У тебя сейчас Мало таких возможностей Ну, не то, что мало Но просто Да, мало Это Ну, а Ты общаешься на английском Или шведский Как ты Как у тебя со шведским Или с шведским С Со шведским У меня В принципе Никак Ну, я Не учу направленный язык Но Могу сказать Что прогресс В любом случае Есть Потому что Я очень Четко помню Когда Вот это было Примерно Примерно Ровно год назад Когда мы Приезжали сюда На Look and Seatrip И в целом Он прошел Достаточно позитивно Ну, то есть Я смотрел Look and Seatrip Для тех, кто не знает Это когда ты Перед переездом В другую страну Или в другой город Тебе присылают Приглашение Так как перемена Достаточно серьезная В жизни Помимо всех Скажем так Рабочих вопросов Ты должен еще Собственно говоря Посмотреть город А, ну типа зайдет Тебе не ломит Ну да То есть Погода Какие люди тут живут Что он вообще Из себя представляет И так далее И вот мы приезжали На 4 дня В Швецию И в целом Весь Look and Seatrip Ну помимо того Что здесь было У нас была Куча разных активитей И мы жутко устали Он прошел Очень Ну как-то Очень спокойно То есть Казалось бы Ты там переезжаешь В другую страну И в целом Никаких Страхов И опасностей Не было Кроме Вечера 3 дня Когда в принципе На следующий день Мы должны уже уезжать И у меня случилась Наверное Я не побоюсь этого слова Паническая атака Она была примерно так Мы зашли вечером Перед тем как возвращаться В отель Мы зашли В обычный супермаркет Здесь есть Сеть супермаркетов Немецких Называется Lidl И решили купить Что-нибудь Типа там Перекусить на ужин Банальнейший Вообще вопрос И вдруг И мы делали это Каждый день В течение трех дней Там заходили Что-то покупали Как-то справлялись И вдруг Я стою Выбираю Молоко По-моему Или йогурт И тут на меня Нападает Такое Ощущение И осознание Я даже Я себе говорю Господи Я даже состав Не могу прочитать На этом Гребаном йогурте Я смотрю на него Там есть Шведский Датский И норвежский Я не могу Прочитать его Я оглядываюсь Думаю Так, где хлеб? Вижу Какие-то вывески Я Где Непонятно Где что? Беру какую-то штуку Там все по-шведски Тут все по-шведски Тут норвежский И на меня Такое Это оказало Вообще У меня была Реально Какая-то Паническая Атака Я думаю Блин, как я буду Здесь жить Я даже Молока Состав Прочитать Не могу Да в смысле Состав молока Там же молоко И все Зачем он тебе? Да ты знаешь Как по-шведски Будет молоко? Нет Вот и я На тот момент Не знал А, ты имеешь в виду Что это может быть Какой-то типа Молочный продукт Или какая-то херня С молоком? Ну да Я просто еще помню Мы последние Несколько месяцев В Москве Проживание Стали достаточно Серьезно Загоняться На здоровое питание И для меня Например Стало Ну прям Критически важным Чтоб например Во всяких сметанах И йогуртах Не было крахмала Потому что Блин Я просто Конечно звучит Как-то педантично Но я прям Начал чувствовать Вкус крахмала Когда ты поешь Нормальную сметану А потом ты покупаешь Какую-нибудь Я не ем сметану Ну вообще Поэтому Вот Ну как бы Причина в том Что я Ел раньше сметану В деревне И пил молоко Сейчас я не могу Есть молочку Потому что Ну она стрёмная Ну серьезно Это не связано С каким-то Педантизмом Это просто стрёмно Ну вот А я наоборот Вырос в городе И как бы Во мне в целом Никогда не было Такой большой Сильной привередливости К Скажем так К вредным продуктам Потому что Камон Ну да Я ел их все детство Там Дошираки И так далее Ну и вот И возвращаясь К теме шведского И непосредственно языка Мой прогресс в том Что я теперь Плюс-минус могу Читать составы продуктов Ни хрена себе Это офигенно Ну это Тупо знаешь Как И как говорится И обезьяну Можно научить Просто банально Когда ты 10 раз С гугл транслейтом Переведешь этикетку Ты начинаешь понимать Что молоко Это мьольк Мьольк Напоминаешь Как выглядят слова И можешь понять Что есть Что И так далее Но говорить Нет Понимать Тоже нет Ну Общаются На улицах Люди Ну там Какой-то И шведский И английский язык Ну то есть Народ понимает Что Допустим Ты там Бабушку Через дорогу Переводишь И она тебе Что-то балакает На каком Она тебе будет Балакать На шведском Или на английском Ну В целом Ну изначально Разговор всегда Начинается на шведском Если к тебе кто-то Обращается Ну и И соответственно Самая главная Фраза Это я не говорю По-шведски Это как у Понтуса Я сейчас вспомнил Что я не говорю По-русски Ну как бы да Я понял Почему теперь Ну и то есть Если человек Ну слышит фразу Я не говорю По-шведски Он начинает Тебя тиранить Вопросами По-английски Или как У меня просто Я не скажу Что они прям Тебя сильно тиранят Тут люди в целом Я бы не сказал Что прям Овер общительные Вот Единственное Я не могу быть Сто процентов Объективным Почему Потому что Ну допустим Если взять за основу Что я выхожу Из дома На улицу Четыре раза в день К примеру То из них Два раза в день Я выхожу с собакой А шведы обожают Собак И поэтому Они достаточно часто Коннектятся По вопросу Собаки Типа Какой хороший Тра-ля-ля Но только Они всегда делают Это естественно По-шведски Ты им говоришь Я не говорю По-шведски И тогда Происходит Интересно Скажем Нет Абсолютно Нет Суть какрась Таке в том Что в Швеции Ну я бы сказал Что 98% Всех людей Флюинг говорят по-английски офигеть вот это круто да блин я просто естественно учитывая граждан швеции ну бы я понял понял да просто учитывая то что ну вернее учитывая сравнивая на опять-таки с рашкой у нас же нихрена никто не говорит по-английски ну если брать соотношение в процентах есть игр 98 процентов и ну блин это жуть конечно почему у нас не знаю там я вот за себя по крайней мере я нихрена не знаю английский ну и даже не то что не знаю я наверное типа мне стрёмно говорить потому что я боюсь ошибаться наверное вот так а это стандартная проблема любого человека который учит язык я думаю проблема банальная это образа система образования она очень закостенела в россии и она не ставит себе целью научить чего-то человеку чему-то человеку думаешь как галочка конечно ну то есть банальный пример как бы разницы в целом большой нет шведы учат английский в школе и русские учат английский в школе но только почему-то да шведы говорят на английском причем банально я у меня было очень много экспириенции когда ну не знаю простой пример на пляже там гуляем на собачьем пляже подбегает какой-нибудь мальчик и начинает шести лет и начинает играть с собакой и я ему ученик говорю по-английски а он мне отвечает шестилетний пацан да да ну криво косо он там некоторые слова не знает и это не единственный случай это неоднократно было что я здесь общался там по какими-то ну там по каким-то как называется господи банальным вопросом на улице там сталкиваясь с детьми на английском 67 10 лет и они все говорят плюс-минус да маленький словарный запас да там куца употребляют времена но да какая разница они говорят и они не стесняются заговорить на английском вообще а потому что вот это потому что они дети я больше чем уверен и это круто может быть да может быть дети вообще не боятся ничего да это факт ну и вот почему я посудил на 98 процентов образно выражаясь вот я здесь почти год и так на память я могу вспомнить наверно три случая когда со мной не смогли поговорить вот один раз я помню это была бабушка в парке с которой я наверное лет сто было ее прям сыпался песок ну и соответственно там она что-то там проболакала я искал не она такая ну нет и нет и устранилась вот второй случай был счет недавно но я не могу вспомнить где это было и третий случай это было в какой-то прям глухой деревне в супермаркете там была это был самый удивительный случай потому что там была молодая девушка кассир супермаркета и нара было года 23 вот тогда я действительно удивился потому что я думал ну блин типа такие кино и люди нашего возраста уж точно все говорят оказалось нет и она была шведка может потому что в деревне или ну в швеции только что типа замкадом там вот это вот ну в швеции вы же просто гоняли я пытаюсь тебя подвести к тому что вы и если кто-то не знает игорь ведет телеграм-канал и в инсте сейчас у тебя по-моему тоже да группа по да я даже наверное по большей части сейчас в инсте делаю потому что типа холодный берег называется где собственно ты рассказать о том как вы там путешествуете и прочее прочее потому что блин отпуск я смотрел фотки это просто фееричная история конечно я могу сказать что я сейчас в телегу меньше пишу потому что телега изначально задумывалась как скажем так блин все время мозг хочет переключиться на английский но я стараюсь телега изначально задумывалась по большей части как инструментарий для тех людей как потому что у нас было очень много переезжающих и я был одним из первых и соответственно там очень большую часть занимали всевозможные лонгриды на тему того как привести собаку в швецию как купить квартиру и как не знаю открыть счет в банке вот но сейчас немножко до лонгридов руки не ходят особенно учитывая что пандемия отрубила многие всякие темы и учитывая home office очень сложно сейчас фокусироваться таких вещах поэтому по большей части конечно сейчас идет постинг в инсту и такой очень ленивый не на это не мешает быть фоткам красивыми потому что это офигенно это круто ну да ну вот да возвращаясь к отпуску отпуск был крутым бесспорно учитывая что последний мой отпуск был в июле прошлого года классно я думаю даже долгожданным и оттого еще более крутым да единственная проблема любого отпуска то что вот заканчивается да да блин прикольно вы гоняли по всей швеции но я имею ввиду вы были где-то прям где там сюр стрёминг это что ну типа север совсем до или ну как стрёминг это селедка такая да да я имею ввиду там же есть академия сюр стрёминга ну это прям на севере на севере далеко я в том плане что вы колесили сильно далеко или в какой-то окружности не но у нас был достаточно травоядный такой трип мы сделали я думаю около двух тысяч километров за неделю мы доехали до стокгольма по восточному побережью ну то есть для тех кто не знает мальме это самый южный город почти самый южный город швеции швеция на клином вниз идет мы внизу соответственно мы по восточному побережью поднялись до стокгольма протусили в стокгольме наверное пять дней потом мы поехали поперек швеции с востока на запад в середине остановились недалеко от озера ваттен просто в глуши вообще ну то есть там заповедник это было специально выбрано не нет там не заповедник там просто деревенька на 10 домов реально ну там 10 домов церковь и здание бывшей школы сельской в которой открыт отель вот ну то есть там банально вообще нет ни хрена ну и этот отель он стоит на берегу такого небольшого озера наверно не знаю километр на километр ну то есть она маленькая прям достаточно маленькая вот мы там переночевали и поехали до упора на западный берег недалеко от гетеборга примерно там 500 тоже там 400 километров на север от южной границы швеции протусили там три дня и по восточному по западному берегу вернулись в наш город то есть небольшой для сравнения у нас сейчас знакомые поехали очень далеко очень далеко прям аж за полярный круг ну то есть там где-то три тысячи километров наверх там 2800 что-то такое крутяк или 2500 но там что удивительно было дохренища людей потому что пандемия да 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 то есть моя мое ожидание было что они уедут и там не будет никого кроме снега лосей насчет тюлей не знаю я пишу этому чуваку ну как там чё как говорит блин мы на кемпинге еле место нашли потому что шведы они же неукосительно соблюдают все рекомендации государства государства не ездить за границу и все они никуда не поехали блин ну слушай ну это же прикольно что граждане такие как это сказать ну и с учетом знательные да с учетом того что ну никто же не заставлял как у нас насколько я знаю ты кстати поправь меня с ней прав никто же не заставлял шведов там закупориваться в домах но не не навешивал на них какие-то приложения которые должны следить за ними и прочее прочее там не закрывали рейстики по моему даже детские сады не закрывали насколько я знаю ну да в целом я могу сказать что мы в этом плане стоим наравне с великой белоруссию швеция швеция мне кажется единственная страна из таких адекватных где не было никакого локдауна вообще не ну как естественно были рекомендации заболевших было много очень много но я не я конечно не могу сказать что у меня были знакомые кто заболел но однако если смотреть статистику мы конечно сразу же сравниваем создание с норвегией но конечно очень много идет критики государства по поводу того что в швеции ну в десятки раз больше заболевших и в десятки раз больше умерших по причине того что швеция не вводила никакие ограничения ну понятно блин я не знаю даже что сказать ты как думаешь это правильно или нет я думаю что не нам судить это во первых а во вторых еще рано судить потому что закончилось мы же еще не знаем что сейчас будет так далее мы не знаем какие будут последствия для экономики в одной или в другой модели да не можем сейчас самое забавное что швеция в один шведское правительство в один момент заявила что они такие говорили что вот мы не вводим локдаун потому что мы хотим сохранить экономику она все равно не сохранилась да 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 ну как там в итоге все случилось непонятно я понял знаешь что еще хотел у тебя спросить вы до того как поехали в швецию с женой сдашка привет кстати и большущий передавай я думаю а где-то работает она уже дома до home office короче хотел спросить чего типа вы до того как поехали задолго ли до того вы задумали поездку или перейти ну типа вы ехали куда-то или ехали откуда-то как как это сложный вопрос но это очень сложный вопрос во первых не могу говорить за нас могу сказать за себя ну я у тебя и спрашиваю да я говорю конкретно свое мнение в целом наверное попробовать поработать за границей достаточно долгое время было моей моей не говорю как у наши но моим большим интересом вот и в целом изначально как только мы перешли на работу в москве вот и как только у меня завязалось достаточно тесное общение с глобальными всякими чуваками и так далее в принципе я могу так сказать что я перешел на работу в москву и коммерс в апреле в конце почти в начале мая и в ноябре я был первый раз в швеции на каком-то визите и они уже тогда начинали чувак там делай вот это делай вот это и типа ты красавчик вся фигня и типа мы тебя там как-нибудь позовем это круто прикольно интересно вот ну и соответственно с того момента мы очень тесно долго общались с глобалами и так далее и так далее с глобальными коллегами вот но очень много всего сложилось на самом деле я не могу сказать что это прям изначально был очень такой супер long term план вот я думаю наложилось очень много компонентов в один в один момент во первых ну во первых то что перешел определенного рода оффер я не могу прямо сказать что типа там было а-ля типа приезжай к нам мы тебе предлагаем работу это было не совсем так так не работает в компании это ну мне кажется очень многие об этом рассказывают но это крайне редко так происходит когда прям говорят мы хотим тебя давай договоримся нет нет такого такое не часто бывает ну то есть было определенного рода намеки что ты должен обязательно сюда податься и очень классный парень и мы будем рады тебя пособеседовать во вторых естественно ну поехать в другую страну это классно интересно в третьих перед нами была трансформация да и вот что что могло произойти во время трансформации мы тогда не знали это уже это сейчас уже видно что трава трансформация была достаточно назовем это так травоядненькой вот и тех знаменательных и значительных изменений которые мы все предполагали и там кардинальной смены дайрекшенов и там абсолютно все люди поменяют свои рабочие места тра-ля-ля этого не случилось ну и плюс как бы да наверное ну и плюс как бы разные разные другие вещи мелкие случились ну банальный пример я понимал что у нас заканчивается релокейшн пакет москве через пол ну там через да ну через полгода считай и соответственно потерять 30 процентов от одной зарплаты надо было что-то делать в общем ну и все это так мы сели сделали свод анализ банальный для тех кто не знает свод анализ это сильные слабые стороны возможности и угрозы такой и киевский термин а может и не киевский вот и поняли что типа плюсов больше чем минусов потенциалов примерно одинаково с угрозами надо пробовать но заранее забегая вперед скажу что очень много всего мы конечно же не предугадали очень много всего недооценили да и первые месяцы были просто кошмаром не побоюсь этого слова банально учитывая что мы жили в отеле четыре месяца ясно это знаешь я где-то давно еще читал какую-то новостную историю на тему то там рассказывалось про нашего одного из моих любимых шахтеров киану риза да он вообще достаточно долгое время назад не было любителям вообще владеть различного рода вещами в том числе недвижимостью и он там типа несколько лет жил в отелях все время я тогда думаю как круто нет не круто не круто четыре месяца жить в в отеле с собакой блин жесть конечно я ну я не представляю как это непонятно слушай ну а у нас просто я думаю все меньше и меньше времени остается мышь там час примерно запланировали ну можно и побольше как бы до пяти время точно есть ну а в ту ю да да хорошо слушай вы живете сейчас в своей квартире или в какой-то вы купили хату да мы купили квартиру ну а по причине того что просто снимать невыгодно или ну выйти об типа прям понравилось за четыре месяца жить в швеции в отеле и поэтому взяли свою квартиру как это ну как принималось это решение просто интересно ну я могу так сказать что мы очень серьезно этот вопрос самого начала рассматривали а потому что ситуация следующая мальма это мигрантский город достаточно сильно вот это первое а во вторых швеции рынок аренды недвижимости очень серьезно регулируется и мы еще задолго до того как окончательно уже переехали мы раз мы когда мы приняли решение переезжать мы стали рассматривать вариант с покупкой квартиры почему во первых образно выражаясь покупка квартиры если у вас есть такая возможность она во всем проще чем аренда банально то есть по если ты покупаешь квартиру у тебя получается с точки зрения месячного платежа дешевле чем снимать в разы ничего себе во вторых ну камон это твоя квартира ты можешь делать ничего хочешь в арендных квартирах ты не можешь делать ничего вообще ну то есть если в россии есть такие там о я не могу забить гвоздь и так далее все на квартире ты вообще ничего не можешь делать да 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 я ну и плюс третье самое главное найти нормальную квартиру с хорошим ценником в мальме в хорошем районе это невозможно съемная мишина да это не трудно это невозможно офигеть то есть мы в целом до последнего размышляли над вариантом съемной квартиры то есть вот мы четыре месяца жили в отеле и примерно все четыре месяца там же как ты когда переезжаешь у тебя есть много различных компенсаций от компании и одна из таких компенсаций это агентство которое тебя собственно говоря перевозит они делают документы они там отель тебе делают когда ты живешь там решают вопросы с фигурацией решают вопросы с постановкой на учет в налоговую бла-бла-бла-бла-бла все дела готовят персональные данные и совместно с этим они тебе типа должны найти квартиру прикольно вот ну естественно слово должны здесь умножается на вот эту всю шведскость о которой я тебе рассказывал на примере банка да вот четыре месяца я не говорил им что я покупаю квартиру и все думал вдруг они что-нибудь пришлют интересное вот за четыре месяца они прислали нам два варианта съемных квартир одна была в ну можно сказать в гетто ага ну то есть это прям был кошмар то есть квартирка сама по себе нормальная но место расположения это был просто ну то есть там надо знать арабский реально чтобы жить даже не шведский ясно ясно про английский вообще речи не идет а вторая была нормальная в плюс-минус неплохом районе но она была очень дорогая прям типа в два раза выше бюджета который я был готов купить ну и после второго варианта мы такие ну как бы все надо покупать ну и учитывая что мы с самого начала в принципе как только переехали мы изначально думали надо покупать надо будет покупать и мы начали с самого начала до того как у нас появились до того как мы перевели деньги из россии которые там у нас были потому что это нельзя делать сразу до того как мы получили документы до того как у нас есть банковский счет и так далее и так далее и так далее с самого начала начали ходить на просмотры тут очень легко делается и это очень хорошо организовано все естественно за четыре месяца мы в принципе плюс-минус поняли бюджет мы поняли какую мы хотим квартиру в каком плюс-минус районе как это все происходит разузнали и так далее ну и в определенный момент мы приняли решение покупать квартиру круто и купили 20 декабря мы въехали в свою квартиру а так это вот ого вы сколько живете нифига себе ремонт делали уже нет или так как нет будете тут отличные мы нет мы нашли квартиру мы изначально искали квартиру в которой не надо будет вкладывать деньги в ремонт никакие потому что это очень дорого я я вот хотел тебя спросить потому что там же ну не как сказать не развита индустрия строительства что ли я не знаю как но то есть нет нет тут можно по-другому сказать там же не россия ну это это понятно я имею ввиду что тут как-то тут смысле в швеции очень дорого это вся херня стоит да я правильно понимаю ну в швеции если так посудить вообще все очень дорого я уже сейчас начал привыкать как бы вот но первое опять же там несколько месяцев ну пока ты адаптируешься к новым валютам к новым ценам и так далее это один из вообще самых больших трудностей потому что внутренний бомж тебя постоянно душит он говорит как это покупать хлеб за 300 рублей ты же покупал за 40 рублей нет мы не будем есть такой хлеб да 300 рублей хлеб ну да да не струя себе фонтан это еще такая эверич цена вообще есть и дороже хлеб блин жесть я тут в магазе за 70 смотрю такой уже думаю там жаба такая сидит такая ты чё сдурел душит такая ну да блин и таких примеров очень много ну там а потом ты начинаешь постепенно привыкать к балансу вот этому что ты уже там не не в рублях зарабатываешь у тебя другой прайс на другое качество потому что да здесь там в рублях курица стоит дороже там например хотя тоже там по-разному бывает есть вещи которые здесь дешевле чем в России значительно но при этом сгущенка есть ну тут в принципе много чего можно найти при необходимости из русского у меня есть целый сет фотографий я помню в телегу я их выкладывал тут есть магазин называется Люкуфуд и он такой польско-болгарское что-то такое вот там очень много всего из Украины из Белоруссии там и сгущенка и хрен и тушенка и баклажаны и огурчики малосольные и все что хочешь можно найти прикольно ну то есть при желании можно выцепить что хочешь да ну естественно по сравнению с москвой первое время очень трудно привыкнуть к тому что да чего то тут нет и это нормально как бы маленькая страна небольшой город ну то есть что самое сложное было найти ну перестроить может быть в еде в питье не знаю ты типа приехали в Швецию чего-то нет и пришлось искать какую-то замену было такое не ну по поводу еды я не скажу что прям было сильно или я может даже не помню мне очень хорошо врезался в пример с которым Даша столкнулась если она не против что я расскажу это очень простой пример в Швеции профессиональную краску для волос ты не можешь купить сам есть определенные регулировки то есть ну как я не знаю тебе там или мне или другим ребятам парням может быть это незнакомо но есть типа обычная краска которая продается в магните вот эти вот коробки в которых там перчатки щетка одна бутылка и другая а есть профессиональные краски которыми красят там крутые чуваки в крутых салонах вот это вот эти вот обычные коробки здесь продаются а профессиональные розничный покупатель купить не может по закону вот такие дела ну то есть ты ни хрена с этим не поделаешь короче есть у тебя должна быть лицензия парикмахер ну ну типа салона вот нифига себе это интересно я думаю это конечно связано с благими намерениями на тему того что там вот эти там же получается сама краска сама по себе ну как бы она не работает там есть по-моему это называется окислитель гидроперид ну anyhow как это называется и они типа мощнее сильнее злее ну и для того чтобы им пользоваться ты должен быть не рукожопом я думаю это связано с тем чтобы люди себе голову не выжгли к чертям и не остались но вот пример такой просто не купишь никак это тоже хорошо наверное с одной стороны или нет наверное смотря как к этому относиться ну да да ну первые 4 месяца ты постоянно сталкиваешься с такими вещами типа как это же это ну это же там нет нельзя не работает все не бывает блин ну прикольно вот такие дела ну сейчас вы уже свыклись я так понял ну да и даже с хлебом по 300 рублей блин ну это дико реально дико я не представляю себе как бы я думал ну просто я сейчас смотрю цены на разные другие страны и ты смотришь цены в Германии и думаешь блин а чего так дешево а потом смотришь цены там в той же Португалии и думаешь блин а чего так дешево вот ну и то есть ты пошел теперь с другой стороны смотришь раньше ты смотрел на Швецию о как дорого теперь ты смотришь из Швеции и говоришь о как дешево вот Слушай, ну а какая-то бытовая техника там, не знаю, ну про концерт это понятно сейчас, непонятно, как оценивать количество денег которые ты можешь отдать за концерт, потому что все закрыто. Ну а какая-то, не знаю, там телефоны или что-то такое, телевизоры ну типа техника, дешевле Ну слушай, наверное здесь вопрос правильнее будет обсуждать не с точки зрения дороже-дешевле, а с точки зрения доступнее и недоступнее Вот, почему? Потому что в целом ну с точки зрения вот этих всех ну электроники, допустим бытовой техники и так далее я могу сказать, что в целом плюс-минус электроника она же везде стоит одинаково Да Чуть больше, чуть меньше, но айфон он 599 долларов, он стоит тут, и 599 долларов он стоит там, и в России он стоит 599 долларов просто там с переходом на валюту и плюс там налоги Вот Но и тут возникает вопрос, что типа могу ли я себе позволить, допустим купить наушники в России за 20 тысяч рублей Да И здесь за 2000 крон Вот Могу сказать, что в России с моей зарплатой в Москве я бы, наверное, не смог Ну я просто бы сказал, блин, это дорого А здесь ну все зависит от того, сколько ты зарабатываешь Ну я могу сказать, что в целом, если взять среднюю зарплату в Москве Сколько у нас там средняя зарплата в Москве? Ну 80, наверное, да? Не знаю Ну 80-90 Ну я думаю нормальная зарплата в Москве 80-90 тысяч Ну если не брать там миллиарды, которые зарабатывают бизнесмены и не брать чуваков, которые вообще не работают Ну в целом там люди зарабатывают Ладно, давай возьмем вилку там от 60 до 90 Вот И здесь люди зарабатывают в среднем 20 тысяч крон Насколько я помню Или 22 Или 20 22, по-моему А крона Это 70? Крона сейчас стоит 8 рублей Ой, 8 8 А я почему-то 70 Евро? 70 70 когда-то стоило евро Сейчас евро стоит 85 8 рублей крона Да Ну соответственно вот они зарабатывают что-то в районе 200 тысяч рублей Не кисло так Если так перевести А наушники стоят одинаково Да-да Ну я понял о чем-то Вот тут и вопрос Блин Ну да Прикольно Так что с бытовой техникой не очень правильно сравнивать Можно сравнить например с коммуналкой Здесь очень интересный вопрос Расскажи Да Коммуналка у меня стоит в моей квартире 21 тысяч рублей Если так вот на стороне Она фиксированная каждый месяц Коммуналка имеется в виду вообще вся хурма которая может платиться за квартиру Да? Не-не Именно коммунальные платежи Ну то есть по факту Я не говорю про то что я плачу за саму квартиру там ипотека и так далее Не-не-не Ну да Я продаю Типа свет Да Ну Вода Бла-бла-бла Тепло Там вот это все Да Интернет Вывоз мусора И так далее И так далее Слушай У вас есть За квартиру 60 квадратов Блин Это дорого По идее Ну По московским меркам Ладно У нас по химкинским Я в химках И у нас где-то Ну Зимой Десятка выходит Это прям Ну до хера Я думал Слушай На самом деле Я вот сейчас понимаю Что Очень важно Понимать Сколько ты платишь Это раз А во-вторых Сколько ты получаешь За то Что ты заплатил Конечно Электричество Банальный пример Здесь стоит Ну вот Оно здесь стоит Столько же Только в кронах Типа вот Один киловатт Стоит около Трех крон Один киловатт Киловатт час Да Ага Нет Ну это вот Типа 30 рублей Почти что Блин Я почему-то По 70 считаю Ну ладно Все хорошо Да Вот Но при этом Там Ну это такое Не Электричество Наверное Неудачный пример Вот Ну банально Вот у нас Каждым домом Заведует какая-то Организация Ну назовем это Управляющая компания Управляющая компания Может иметь Несколько домов В своем составе И ты этой Управляющей компании Платишь Свой Это называется Авгифт По-шведски Ну то есть Это плата В управляющую компанию Которая включает В себя все твои затраты Там Электричество Вода Канализация Отопления И так далее Вывоз мусора И плюс Сюда же входит Все то Что Входит в обслуживание Зданий И так далее Соответственно Что ты получаешь За свои Там Десять тысяч В химках И что ты получаешь За свои Допустим Двадцать одну тысячу Рублей Здесь Я могу сказать Что у нас Дом Насколько я помню Сорок какого-то года Ого И он В идеальном состоянии В идеальном То есть Просто Вот Не докопаться Я понял При всем этом У нас Раздельный сбор Мусора Кстати Все никак Руки не дойдут Сделать пост Про раздельный сбор Мусора Мы сортируем Что-то в районе Семи фракций По-моему Семь У нас Ну Помимо того Что дом В отличном состоянии У нас помененные окна Что кстати В Швеции Достаточно большая редкость Здесь Очень в многих домах Деревянные окна И Никто сильно не парится Прикольно В соседних домах Там есть деревянные окна У нас Пластиковые У нас Есть подземная парковка В доме Сорок какого-то года Офигеть Отслушай Это Она Бесплатная Или как Это работает Она платная Но Ты платишь Просто именно За членство В этой парковке Уход за ней Организм Компания осуществляет Насколько я понял Сама У нас есть Общая Прасечная комната Которой мы пользуемся Двумя домами Нет Одним домом И это отдельный прикол То что У меня нет Своей стиральной машинки И это вообще Отдельная история Про которую можно поговорить У меня есть В подвале Несколько мест Для хранения И подвал Он Ну вот Представь себе Типичную Хрущевскую Пятиэтажку И вспомни Как там может выглядеть Подвал Там наверное Только коты Ссут Хреново Даже в новой Девятиэтажке Они выглядят Хреново Да Здесь Я вот Для сравнения У меня недавно Случился маленький Инсайт Мы же купили машину У меня в машине Знаешь Это задняя полка В кетчбеках Она бывает Да И мы с собакой Постоянно В багажнике ездили И я эту полку Махровую полку Снял из машины И положил ее В подвал В свое место Для хранения Я ее Ничем не накрывал Ничем не опечатывал Ни там Ни пленкой Ничего Просто положил Подвал Ну каждое Там вот это место Для хранения Оно не закрытое полностью То есть там Такие деревянные Типа деревянные сетки Скажем Как чистокольчик То есть там Вондух Свободно все циркулирует Она пролежала Там три месяца И я Когда ее собирался Перед отпуском Ставить обратно в машину Ну потому что В Стокгольм едешь Как бы Не хотелось бы Чтобы кто-то стекло Тебе высадил За того что увидел Тебя в багажнике Я взял пылесос Сразу думаю Ща ее Короче надо будет Пропылесосить Хрен там Она была идеально чистая Как положил У нее даже пыли У нее даже пыли не было Ну то есть я был Я был в шоке Круто Ну это слушай Это какие-то Да ну типа Сарайчик Я не знаю Кладовка Да Какие-то такие штуки Ну типа кладовка Да И это тоже включено В стоимость Да Я и владею Этой кладовкой Вот у меня их две Одна наверное Две Что-то типа Три на Три метра в длину Метр В ширину И одна Где-то два на три Ну то есть Нормальное место И они обе В подвале Да И они сухие То есть там Ни влаги Ни сырости Ни сквозняков Ни хрена Класс И это распространено В каждом доме Есть такое Это типа как Ну то есть Если люди придут Покупать квартиру И спросят Типа а что у вас С хранением И там скажут У нас его нет Они скажут До свидания Фигня какая-то Обычно спрашивают У вас два Или один Место для хранения А если скажут Что их нет Блин Мне кажется Это очень удобная Фигня Да Да Резина Коробки Чемоданы И так далее И так далее Это все очень классно В эти все места Для хранения Укладывается Кайфово Вот и в целом Я могу сказать Возвращаясь к стоимостям Во всем Всего этого владения Я думаю Это там не сильно Будет большой секрет Вот берем Для сравнения Квартиру Которая есть у меня Да Это хороший район Такой спокойный Хороший район С хорошим транспортом Низкоэтажная застройка В пешей доступности Два парка Трехминутной Ну и так далее Снять такую квартиру Будет стоить Я думаю Если найдешь Конечно Что-то в районе Десять Двенадцать тысяч крон Это если очень повезет Ну то есть Сто тысяч рублей Сто тысяч рублей Снять квартиру Офигеть По-моему Там еще Что-то Какой По-моему А да и Ты еще сверху Платишь по-моему Счетчики В таких квартирах Ну Варгив Непосредственный Да Платит владелец А ты платишь счетчики Ну допустим Это еще там Ну свет пятьсот Вода как пойдет То есть Ну сто десять Сто двадцать тысяч Я сейчас Плачу За свою квартиру Двадцать одну Ну давай в рублях Сравни Чтобы было понятно Давай Двадцать одну тысячу Рублей я плачу За коммуналку Туда входит Все И интернет еще В том числе Тоже тут Входит И Скажу Финальные цифры Потому что Ипотека Она тут очень интересная По факту Я сейчас По ипотеке Плачу только Половину Всего Потому что Пандемия И я просто Подался на тему Того что Чуваки Я не хочу платить Долг По ипотеке Я буду платить Только проценты Я писал пост По этому поводу То есть По факту У тебя ипотечный платеж Он состоит из двух частей Часть которую Ты платишь В основной долг И часть которой Ты покрываешь Проценты банка Блин Надо будет Почитать Я потому что Что-то пропустил Ту историю Интересно Да В целом У тебя Если ты покупаешь Квартиру В ипотеку У тебя Весь платеж За квартиру Он складывается Из трех частей Это плата За авгифт Твоя коммуналка То что ты платишь В счет своего долга И то что ты платишь За обслуживание кредита Три части Вот До пандемии У меня Это Обходилось Суммарно Примерно 8 тысяч крон Это Ну давай На новый курс Посчитаем 64 тысячи рублей В месяц Это все вместе Вообще Все вместе Вместе с коммуналкой С ипотекой И так далее Ну и вот Сравниваем банально Почти что в два раза разница Да При том что Нужно не забывать Что Часть от этой суммы Примерно 30% От этих 65 тысяч рублей Я же не просто Отдаю дяде Они Оседают В стоимости Моей квартиры Да То есть Я как бы себе их плачу Потом когда я продам Эту квартиру Я их заберу Плюс еще Когда ты покупаешь квартиру Ты можешь рассчитывать На налоговый вычет А это 30% От всех твоих процентов Которые ты заплатишь Это еще немножко В копилочку И так далее И так далее То есть Со всеми этими учетами В целом Получается Что взять в ипотеку Квартиру Примерно В два раза дешевле Чем ее арендовать А если Посчитать еще Пандемию Будь здоров Вот Правду говоришь Спасибо Да А если Посчитать еще Пандемию Я понял Что в целом Я не собираюсь Эту квартиру до конца Ну там Гасить В любом случае Я ее просто продам И там Заберу какие-то Определенные деньги Которые я вложил И которые там Дозаработал И догасил Зачем мне сейчас В нее вкладывать деньги Я написал Свою банку Сказал Чуваки Сейчас пандемия Типа Они предлагают Такую услугу Я хочу Половину ипотеки Не платить И сказали Окей До конца Следующего До конца Августа Следующего года Пожалуйста Вообще без проблем Вот И я сейчас Получается Суммарно Плачу 3000 коммуналка И 2200 По-моему У меня То есть 5200 крон Умножаем на 8 40 тысяч рублей В месяц Хочу за все Круто И возвращаемся 100-120 Стоило бы ее снимать Да Да Офигеть Вот такая вот Погнали Шведская математика Надо Я на самом деле Очень тоже хочу Хотя бы сгонять Потому что Я из-за границы Был только знаешь где В Турции И в Узбекистане Все Поэтому мне кажется Я до переезда в Швецию В целом Ну только один раз Был в Швеции И все На три дня И очень многие чуваки Здесь Из моих коллег Да Очень сильно удивляются Они говорят О Почему ты выбрал именно Швецию Ты повидал Много разных стран Да И почему ты оставился Именно на Швецию Я говорю Чуваки Я нигде не был У меня Попался шанс Я такой думаю А почему нет И переехал И они такие Как Как Что Как это работает вообще Дружочек Что ты викинг Ты им говорил Что викинг И все Мне кажется Еще нет Говорил бы Что я викинг просто Я Здесь Я вообще-то отсюда Просто Вы не знаете Да Вообще Я по крови Немного По-моему Поляк Совсем Не викинг Слушай А вы Были где-то Не знаю В Норвегии Вот Ну В близлежащих Областях Странах Нет Нет еще Ну Мы естественно Были в Дании Потому что До Дании Тут Да Да Типа Одна остановка На поезде Который по городу Ходит А Это Типа Ну то есть Банально Это Что-что Типа электричка Или поезд Ну да Ты Нет Это электричка Ну Да То есть Ты садишься От нас Типа Вот Следующая остановка Это Хили Это там Где Икея А после нее Это уже Копенгаген Офигеть Это как Ну типа Ты Из Химок На Ленинградский Вокзал приехал Да Ну только Чуть Намного быстрее Ну типа Вот От нашей остановки Ехать До Копенгаген Централ Ну типа 20 минут Мальмежи Точно Это же Ну типа Граница Почти Да Да То есть Тут мост Блин мост Конечно его надо увидеть Это же не мост Это мост Тоннель Очень монументальная штука Очень крутая Тот который под воду уходит Да Вот эта вот вся история Да Блин с фоткой как-нибудь Ну если бы Да я У меня У меня есть много Разве Да Ну я не знаю Постил я или нет Если интересно Посмотрите сериал Мост Да Для тех кто любит Скандинуар Надо добраться Только обязательно Оригинальные Потому что ремейков Слишком много было Ну скандинав Даже по-моему Российский был Да Да Мы тут недавно Закончили смотреть Не знаю Смотрели Не смотрели Он по-моему Немецкий сериал Нетфликс Тима Да Блин Да Это Я не знаю Как это обозвать Но это фееричная штука Прямо Он очень красивый Пух Просто Мне очень понравился Перед тем Как его смотреть Я Почему заинтересовался Кто знает Есть такой чувак Андрей Коняев Он тоже ведет Там Куджи Вот, и я в Твиттере, да, да, Куджи подкаст, и Н плюс один, и Линтач, все это вот вокруг него крутится. Очень круто. И да, помимо этого, он еще в МГУ преподает. Вообще красавчик. Да. Как можно было там таким быть чипом? И мне очень понравился, я почему заинтересовался, я на него в Твиттере подписан. И у него был очень интересный твит. Он как-то так это сформулировал, что-то типа какой из последних из последних вами просмотренных сериалов вы можете называть великим, и почему именно тьма? Класс, слушай, да, да, да. То есть такой, знаешь, вопрос-ответ. Да, да, и почему именно тьма? Блин, это классно. Блин, ну мужик прикольный, прикольный мужик коняничный. Да, Коняев крутой. Но я откровенно могу сказать и покориться, ну, по... Не знаю, как это слово правильно сказать. Я половину первого сезона прям проспал. Слушай, я первые три сезона ни хрена не понимал. Ну, с учетом всего три. А, это была шутка. Да, извините, ну, меня с шутками, как бы, не как у Коняева. Короче, Коняева с шутками тоже не очень порой. Ну, блин, да. Ну, он троллит чувака комика, поэтому я думаю, что у него с шутками периодически заебись прям. Ну, да. Я сказал заебись. О, внимание, это был первый мат за полтора часа. Мы сегодня молодцы. Молодцы. Кстати, да. Блин, ну, у меня во всех выпусках буковка Е официальная, во всех подкаст-сервисах, поэтому, как бы... Emotional content? Yes. Yes, of course. Ну, блин, это прикольно. Я думаю, нам надо с тобой завязывать и не заканчивать на этом выпуске, потому что, блин, это, мне кажется, нужно продолжать. Это безлимитная тема, но я с удовольствием присоединюсь. Слушай, я бы больше, если, ну, запускать мысленную руку в следующий выпуск, я бы с удовольствием поговорил с тобой о какой-то, наверное, эмоциональной составляющей, с учетом того, что, как я понял, вы с Дашкой такие, как сказать, системные люди. Ну, я просто называю это так, потому что, если бы я планировал, я бы, во-первых, не планировал переезд в Швецию, а просто бы поехал туда, и вот это вот банки, я бы ни хрена не знал бы, тупил бы, вляпывался бы в какие-то грабли и прочее, прочее. А так и было? Ага. То есть, вы тоже ни хрена не системные чуваки, да? Значит, эмоциональные. Нет, мы... Я не так скажу. У нас достаточно серьезный баланс в этом вопросе есть. Ну, то есть, какие-то моменты кто-то становится более эмоционально. Блин, эмоциональные, мне кажется, не очень подходящее слово. Ну, типа, есть люди, которые сильно планируют, есть люди, которые не очень сильно планируют, а есть люди, которые вообще не планируют и прям по течению плывут. Вот, мы периодически роли друг на друга перекладываем. Кто-то берет больше ответственности, кто-то берет меньше ответственности. Очень, ну, понятно, что невозможно сделать переезд в другую страну, вообще ничего не думая. Так оно не работает. Конечно, конечно. Вот. Ну, если интересно, мы, конечно, можем об этом поговорить, потому что, да, эта тема бесконечная. Ну, я бы... Я говорю, я бы поговорил вот именно больше об эмоциональной составляющей, ну, потому что мне это как-то ближе. Ну, и, наверное, было бы лучше через эмоции поучиться чему-то, потому что, ну, согласись, к какому-то планированию или математическому расчету или вот таким штукам, ну, сложно научиться. А через эмоции, ну, проще. Гораздо. Ну, по крайней мере... Абсолютно, да. Я думаю, в целом вопрос эмоций можно обсудить, потому что смена страны, смена жизни, это очень много эмоций. И, наверное, завершить можно очень одной прикольной штукой. Я недавно вспомнил один момент, который случился со мной на работе, потому что я перебирал свой старый рюкзак, вот, и нашел в нем бумажку, которая валялась там практически год. Наверное, даже целый год. Это очень смешная история и очень трагическая одновременно. Эта бумажка... Короче, история такая. Примерно год назад, наверное, что-то в середине июля, я сидел в офисе в Икеевском, и мне позвонил кто-то из Швеции, и я уж точно не помню, что там было, но типа, мне сказали, там, типа, все, чувак, зеленый свет, собирай чемодан. Ага. И это, до этого момента оно все было, вот как мы с тобой обсуждали, в подвешенном состоянии, когда ты еще не и уже не. И тут вдруг этот момент наступает, я безумно радуюсь и так далее, и впадаю в какое-то состояние такое, знаешь, полукоматозное, оно и радостное, и грустное одновременно. и это длится буквально где-то 10 секунд, и вдруг я понимаю, что передо мной лежит бумажка, на которой я сам написал, скоро все, что ты знаешь, будет неважным. Ага, офигеть. И вот неделю назад я эту бумажку в рюкзаке нашел, и как раз прошел почти что год, и я понимаю, ну, не все, но практически. В точку, да? Да. Блин, офигеть. Многому научился? Такое вот... Наверное, самое большее, чему я научился за этот год, это как раз-таки жить с эмоциями, с разными. Это именно то, про что ты говорил. Потому что таких эмоциональных, назовем, качелей, перегрузок, взлетов, падений. Ну, по факту, я могу сказать, что, наверное, по итогам моей жизни последний год он был, наверное, самым сложным через все, что я проходил. И да, как научиться работать с собой, со своими эмоциями, со своей семьей, с точки зрения своих эмоций, со своими близкими людьми, это то, чему я научился за этот год очень сильно. Не скажу, что я не умел, но этого оказалось недостаточно, и пришлось очень многому научиться. Но об этом мы поговорим в следующий раз. Да. Круто, круто завершили. Блин, рад был тебя видеть, слышать. Я тоже. Привет Швеции, привет жене большущей-большущей. Привет России. Я передам... Поцелуй землю, только через маску. Слушай, сейчас дожди закончатся, я тогда сухую чмокну от тебя. Да. Ладно, Игорь, я рад был тебя слышать, видеть. И, ну, блин, передавай привет нашим, потому что я смонтирую подкаст, запущу его на все платформы и заполю его в группу. В группы. Класс. Ставьте оценки в iTunes или где-то там есть. А, кстати, хочешь смешную пасхалку? Давай. Мы же с тобой с точки зрения Швеции вообще тезки. Я же для шведского вот этого Your Books Work It, который я для них Егор Попо. А, все, я вспомнил эту историю. Да, да, да. Да, да, да. Там еще раз, по-моему, обзывали как-то. Вот ты последний раз постил. Или не последний? Да, последний раз я был Бобо. Бобо. Шведы-тролли, короче, я понял. Да, это прикольно. В общем, да. Ладно, мужик, подписывайтесь, ставьте лайки. И я прям жду послушать, что у нас с тобой получилось. Будет круто. Да, да. Рад был тебя слышать, видеть еще раз. Я тоже. Викингам привет. Да, пока-пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова